давайте я несколько комментариев сейчас сразу дам прежде чем мы протезы не одели да потому часто просто из опыта могу сказать часто задаваемые вопросы первый вопрос как слепки снимать есть несколько вариантов как мы как мы снимаем все зависит того но эта техника зависит как он предпочитает ставить руки потому что понятно то что во время изготовления негатива на мы должны сформировать посадочное кольцо и есть вариант когда мы руку которая формирует седаль будущую седалищную площадку заносим со стороны паха да а есть вариант когда мы со спины значит я предпочитаю с чаще все стороны паха и вот мне удобнее всего снимать лепки мы собственно с так и делали вал для как на когда на краешек снимали на кушетке да он максимально насколько можно ко мне подвигается понятно что сначала с одной стороны с другой и соответственно вот вот положение рук плюс у нас кушетка еще с помощью она с электрическим приводом я могу ее выше чуть поднять чтобы мне не в таком положении снимать слепки более удобно вот мое положение рук вот вот я снимаю с ним снимая слепки с одной с другой очень удобно и сразу вот ну папа плоскостям хорошо работаем один вариант второй вариант волоте ляг нормально и на бочок на любой любой бок какой хочешь неважно до 2 вариант тоже положение лежа на боку и это тот как раз вариант когда мы со спины заводим руку то есть данном случае работаем вот с левой на также на нащупали седалищный бугор большой вертел да и переднюю переднюю вот вот положение рук снимаем слепок и третий вариант еще существует присядешь и на край сядь на пол это были приближенные обычно мы стоя снимаем как бы слепок это вот вот вариант когда мы максимально на край к бы сели и тут уже можете с этой стороны руку заносить можете с этой заносить как то есть как 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 удобно с этой стороны можно еще дать там костыль стул просто вот чтобы он за спинку держался вот в таком положении практически приближенным к вертикальному можно снимать слепок второй вариант с точки вопрос часто задаваемый касается формы гипс ну на самом деле вот посмотреть во всяком то что вот у нас мастерской они приблизительно все одинаковые и если сверху посмотреть на на гильзы да то вот это вот место где седалищные площадки если включить фантазию должны напоминать до седло велосипеда как на велосипеде он сел и вот они должны быть зеркально ну одинаковые третий вопрос часто задаваемый высота протезов какая должна быть высота протеза при парных ампутаций как мы подбираем высоту протезов для кого не всегда так получается есть случай когда у нас люди становятся выше чем были до ампутации на самом деле все очень просто ему надо вставать и вставать со стула высота стульев приблизительно у всех одинаковая мы подбираем высоту таким образом что во время сидения вот здесь был прямой угол чтобы вот здесь был прямой угол и вот размер колена пол он всегда сильно зависит от размера ягодицы соответственно будет точнее будет повыше потому что ему надо будет встать если мы слишком высот большой колено пол сделаем да вот с этого положения вставать понятно будет тяжелее если мы сделаем ниже фактически ну получится что ну он во первых будет висеть и надо будет несколько движений сделать прежде чем встать со стула то есть на край подвинуться ну и и так далее только такой принцип с точки зрения володи вот заметил размер стоп ну на мой взгляд не сильно принципиально но большого размера не надо ставить стопы чаще мы в меньшую сторону идем ну в среднем 26 27 размер какой у тебя 25 наверное тебя 25 просто с точки зрения переката ну так так быстрее легче перекатываться потому что ну слишком вот этот большой рычаг на самом деле он дополнительной опоры это заблуждение он не дает а вот а сделать шаг через и согнуть протез через более короткий проще ну и с точки зрения одевания честно говоря я уже не помню как володя одевает давайте посмотрим на пол на пол на как в коляску как раз например но 10 получается что спинка боковая как то как то так да но я уже обратно не буду володя сможет поверьте мне на пол на пол на поле В этот момент должна звучать барабанная дробь, мне кажется. Не до конца чуть-чуть вытаскивает протяжки до момента первого сопротивления такого. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я спустился, я немного подвигался, чтобы культа осела гильза. В общем, пока протяжки там внутри, гильзу относительно культи можно поворачивать. Как только мы вытащим, это будет невозможно. Сейчас важно найти правильное положение. Сколько этим протезам уже? Когда мы делали их? Года три прошло, нет? Ой, да нет, если все в сумме... Два точно прошло, мне кажется... Да, на 2017 год я их получил. Больше чем три? Ну, конечно. Я же еще... Меня забирали еще на НТО, и я еще на НТО в ГТО в ГТО хожу. Пять лет, хочешь сказать? Ну, не пять, наверное, четыре, наверное, где-то. Два бедра. Зачастую приходится начинать вот так. То есть, такие вот подставочки. Это позволяет вертикализировать. Мы не тратим силы на встать, сесть. С пола это легко. Ну, сразу, конечно, так не получается. Мы в брусьях начинаем. Все то же самое. Раз, два, три, четыре. Или раз, два. Не будем сейчас опускать. Да, так, для страховки больше. Вокруг брусьев. Существуют детские подлокотники. Вот, ну, костыли с подлокотниками только для детишек. Их можно также вот использовать во время ходьбы. Володя живет один. Живет. Володя, как город я все время забываю? Смоленск. Пусть будет Смоленск, да? Да, в двухсот километров от Смоленска. И по большому счету он как-то сам попросил, опять же, насмотревшись вот этих видео в интернете. И говорит, у меня дома, в принципе, все сделано вот под небольшой, невысокий рост. И он ими пользуется дома. А вот эти высокие протезы он одевает только, чтобы выйти на улицу. Вот дома на колясках это, да, а это он вертикальный. Он вертикальный, да. И это раз. Еще такой момент. Вот Лена аккуратно попыталась это тоже так сказать. На самом деле, с парными ампутациями, с парными бедрами не так много пациентов мы можем увидеть, которые реально пользуются этим. Вот так вот ежедневно, максимально. И всегда вопрос... Все то же самое. Как одевают. Что? Протезы одевают. А вы не видели? Нет. То же самое. То же самое. Гильза так же одевается, как протезы одевал. Нет, нет, одевает что? Нет, можно на полу. Протезы в таком... Тот точно так же. Не так же, а... Ну, с пола. Нет, открутил я все веки и прикрутил их. Да. Вот это неизвестно. И как бы жестко это не звучало, иногда мы это используем как тест. Ну, да, жестоко, да. Вот есть такое, но это факт, пойдет, не пойдет. Просто вот уже на этом этапе понятно, человеку становится, с чем ему придется по жизни сталкиваться ежедневно. И тут надо быть очень аккуратным, чтобы не создать ситуацию, в которой человек вгонит депрессию какую-то. То есть, ну, аккуратно. Очень такой тонкий психологический момент. Все равно мы помогаем, да, максимально положительно стараемся настраивать. Мы готовимся, делаем вот эти все упражнения. И, в принципе, даже на этапе уже занятий вот с реабилитологом понятно, да, человека есть желание или нет. Да, есть возможность или нет. Еще мы всегда обязательно тренируем ситуацию, при парных ампутациях люди падают. Однозначно, 100%. Как часто, Володя, у тебя это происходит? Да. Ваши было почаще. Сейчас? Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас я могу подниматься, например, да, флайл. Хорошо. Вот. И как мы падаем, мы не тренируем. Это, ну, это бесполезно. Да. Потому что это всегда неожиданно. Нам, наша задача научиться вставать. Как мы встаем, я пока покажу, Володь, да, потом кто-то из зала обязательно попробует повторить, чтобы вы понимали. Значит, как мы тренируем? Естественно, от простого начинаем к сложному. Берем два стула. Ну, обычно мы еще стелим, естественно, мат у нас есть. Ну, или около мата. Можно просто какой-то коврик постелить. На, подходим. Имитирую, что я на двух протезах. Наклонились. Вот такими движениями. Легли. Дальше. Также с колен. Сюда, сюда. Наружу. Да, немножко вывернули протез. Вот в это положение, потому что так коленка будет сгибаться. За счет вот этого разворота она не будет. Упор на нее. Вторую. Встали. Ну, мы должны с чего-то начать. Пока мы так не научились делать. Следующий. Следующий момент уже, естественно, без стула. Соответственно, тоже упали. Встали на колено. Сюда, 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 сюда. Встали. Не забывайте, чаще всего получается при парных ампутации бедер длина ног меньше, чем была до ампутации. Чаще всего так. Поэтому вот это движение сделать проще, потому что короче ноги. Как ты делаешь, Володь? Как тебе удобно? Спусти через стулья. Стуль мы потом уберем. Убираю стулья. Значит, Володя использует тросточку еще. А если нет, вдруг рядом тросточек. А все равно, если есть костыль, есть с предплечьем костыль, на него можно опереться. Володя, ты без тросточки выходишь вообще на улицу? Без тросточки, но когда расхожусь, когда разгонюсь. Очень редко. Кто хочет повторить? Со стульями, без? Без, наверное. Еще раз. Держание. То есть я лежу? Да. Я вышел на локте. Ну, не обязательно на локте, просто встань на колени. Да. Дальше. Да, в сторону. Не сгибая в колени сейчас. Все, колено не сгибается. Да. И потом я, наверное, на второе выйду. Да. Не сгибая правую. Не сгибая. Да. И, соответственно, да. Ну, чуть-чуть, наверное. С рук на один оборот. Кто еще готов? Готов. Как-то вот так, да. Только вот с такого положения, да, потом вернуться вот в это. На протезах практически невозможно сделать. Ну, вот, да, чтобы тоже было понятно. Понятно. Продолжение следует...